выглядит отвратно вот он жарился в каком-то миллиард назад привет народ покошеварим я вас конечно же не могу оставить без еды потому что многие когда не выходит ролик начинает написать блин я сегодня не смог позавтракать потому что я привык завтракать по твои обзоры вот поэтому вот вам дополнительный дополнительный материал переобзорчик захотелось мне сделать перетест суши шопа потому что был он вечность назад а суши шоп один из ключевых игроков и если суши волк я делал переобзоры то суши шоп как-то нет а я помню даже почему потому что кажется в прошлом обзоре мне попалась какая-то лютая хрень что-то наподобие пропавшей курицы ну что-то такое что совсем за гранью что-то просрочилось и это что-то приготовили там недовесы вот вот эти вот мелочи когда но в сравнении с плохой некачественной пищей это все мелочи реально а там что-то лютое было вот и я решил все не заказать посмотреть вообще как поживают эти ребята это тоже большая франшизная сеть огромная естественно как в любой франшизе в плохой франшизе можно делать всегда скидку на то что это какие-то там местные пешники косячат а вот весь суши шоп молодец ну конечно же это не так конечно же если ты занимаешься и даешь свой бренд кому-то использовать то это нахрен твоя проблема что ты не можешь его проконтролировать такие дела в общем суши шоп сегодня на покашеваре заказ я сделал и жду вот часто говорят про сбалансированное питание мне кажется что сбалансированное питание это когда первое ты доволен второе сыт и третье когда у тебя есть какое-то разнообразие даже если ты заказываешь в доставке вот как у наших друзей с доставки еды фудбенд с моим промо кодом покашеварим все блюда фудбенд и привычные и новинки будут дешевле хорошая скидка многоразовая хоть каждый день заказываете доставляют круглосуточно по всей москве а еда разнообразно что очень важно когда в семье или в коллективе вкусы разные вот миланская пицца из печи с пепперони грибочками пармезаном курочкой ароматная или моя любимая фудбенд груша блючиз вот она она вообще для гурманов но тем не менее это тоже итальянская классика а если вы на диете или просто не хотите теста берите разные роллы вот аляска с креветкой горбушей икрой или поки гавайская кухня фудбенд по моему промо коду тоже популярна а еще есть остренькая лапша с креветками и закуски под футбол конечно тоже для предпринимателей у фудбенд имеется франшиза помогут с ребрендингом существующего или открыть новое заведение и доставку посылки ниже вся информация если хотите просто вкусно поесть промо-код покажу варим в приложении футбенд работает многократно приятного аппетита одна из самых быстрых доставок очень шустро они привезли я заказывал через агрегатора но доставил курьер самого суши-шопа довольно приятный мужчина который пожелал приятного аппетита за это респект я люблю москву такой пакетик я действительно люблю москву тут я должен признать я родился в этом городе и живу то есть ну я люблю москву тут как бы попало да ну что конечно стрёмно по моему раньше были хотя бы брендированные пакеты давай рвать рвать москву значит вообще можно так говорить нельзя говорить хрен его знает такие желтенькие как будто это какой-то мед горячая холодная все вместе и никого это не волнует так неприятных запахов пока я не чувствую то есть вроде бы вроде бы в прошлый раз как раз сразу в нос ударил неприятный зап вот такой вот заказе который поместился в одном пакете обошелся он не 3656 рублей с учетом сервисного сбора агрегатора давайте начнем как бы с горячей теплых позиций выглядит отвратно вот что темпура что вот запеченный ролл с шапочкой выглядит отвратно я уж не говорю про гунканы которые абсолютно ну рукоза то сделано то есть ну гункан это же такая такой штучный товар который должен быть эстетичный приятный классный здесь же просто ну знаешь как пойдет как есть так и есть ну что делать давайте давайте пробовать то есть вот такой вот набор складывает они вместе тут горячие роллы теплые роллы ну запеченные да они не обязаны быть теплыми и тут же холодные спайси гунканы такое себе ну окей я это просто принимаю палочки опять круглые многие из вас пишут что им нравятся именно такие палочки поэтому больше я бомбить не буду ненавижу такие палочки так первый ролл запеченный с лососем он должен весить 255 граммов весит 289 ладно вес соблюден что касается самого ролла он максимально ну не аппетитно выглядит вы посмотрите просто на эти шапочки они ну я не знаю с лопатой навалены ну и сам ролл какой-то вот какой-то темный знаешь такое ощущение он не старый но такой престарелый уже что же там внутри внутри у нас будет соус то есть он такой весь склизки его прям трогаешь он какой-то вот ли липнет к рукам что ли внутри сливочный сыр и огурец вот все что есть наружи икра массага здесь еще все полито соусом у ноги как заявлено по крайней мере в описании очевидно какой-то соус есть потому что тут ну все испачкано вот его прям из вот этой коробки я доставал и он весь такой прилипал но соус у ноги настолько видать у них дешманский что его просто не видно то есть он то ли растворился то ли вот такой изначально весь нахрен прозрачный ну посмотри стоит такой roll 465 рублей нулевая эстетика вот эта шапочка майонезная она просто не знаю чего они выдавливали на какая-то как вот знаешь я не хочу за едой об этом говорить но реально вот понимаете с чем ассоциируется прям ровно вот так вот спиралькой и потом собака пошла гулять дальше так ну ладненько давай соевый соус соевый соус не их фирменные то есть это делается на заводе 30 грамм су соуса чуть более копченый соевый соус чем я люблю но в целом ничего то есть по крайней мере он сделан комфортным бывает что делают соус который невозможно есть прям вообще ну концентрированный соевый добавляют это жутко то есть надо его разводить там вот этим всем заниматься не очень понятно а чё кстати с васаби имбирем то есть вот его просто в комплекте тупо нет тупо нет вроде его можно было добавить отдельно платно но я чё-то а чё я ну я вот что-то не взял получается на мой косяк получается ну ладно 465 рублей стоит такой ролл за 255 граммов а да вот в описании указано что соевый соус в комплекте 30 миллилитров а то что васаби имбирь в комплекте этого не указано то есть ты должен отдельно их покупать омлет тамага еще а еще подожди еще какой-то там омлет он настолько слился со сливочным сыром что его просто не видно ну хорошо будем без васаби почему не получается сварить рис мне кто-нибудь может объяснить то есть ну на рукожопить с рисом крайне сложно потому что рис варит рисоварка просто как единая какая-то безвкусная масса с абсолютно ужасный какой-то заправкой то есть это ну ну такого говеного риса я не видел очень давно очень давно посмотрите да он ну как единая единая масса то есть нет рисинок понимаешь я его вот но это жесть какая-то я я не понимаю просто как так можно упороть рис что он становится вот таким отвратительнейший ролл просто не стоит ни одного рубля он невкусный более того знаешь бывает невкусно но съедобно тут невкусно и противно его есть вот как будто какого-то лизуна ты ешь и причем чтобы вы понимали за 465 рублей это не маленькие деньги вам продают ролл в котором нет ничего рыбного кроме икры массаги суши шоп вы а честное слово этот ролл просто сразу идет в утиль то есть это есть я ну я даже понимаешь ну вы скажете отнесите там страждущим еще кому-нибудь голодным не ребята я я это относить куда-то не собираюсь я люблю людей это жесть ну что у нас здесь еще гункан и темпурный ролл какой-то волос ведь все вот как-то оляписто то есть вот плевать вот пусть суши шопу конкретно вот этому франшизе или кто он там на то как это выглядит как это подается просто насрать блин я теперь понимаю что у нормальной еды и вот у подобной еды абсолютно разная аудитория то есть типы которые это схавают ну имеется ввиду прямом смысле слова съедят и в переносном тоже то есть схавают такую подачу вот такое отношение понимаешь они блины им либо пофигу либо чет не так с ними а скорее всего оба этих фактор извините кто любит суши шоп заказывает суши шоп но вот у нас мне кажется уже второй суши шоп это другая точка нежели было в первом обзоре ну вот и она так работает и понимаете ну даже если это та . то есть компания которая занимается продажей франшиз и контролем им похер они тот обзор то должны были видеть они должны что-то поправить должны контролировать до много времени прошло ну как у почему у кого-то получается контролировать кто-то блин ну отдает всю душу всего себя для того чтобы то что они сделали выглядело хорошо перед клиентами был качественный продукт а кому-то просто срать ну просто срать понимаешь позор темпура с креветкой 210 граммов за 399 рублей 400 рублей стоит эта темпура выглядит она конечно же не так как на фотографии потому что на фотографии есть блин симпатичная какая-то посыпка в виде чернушки здесь просто нечто такое ну ужасно он даже вот внешне вот этот ролл он выглядит как будто он жарился в каком-то миллиард назад залитым масле то есть он коричневый не из-за того что он поджарился и не из-за того что он полит вот этим опять-таки убудим соусом унаги он он такого цвета потому что масло там не менялось наверное со времен очаковских и может быть даже покорений крыма но сейчас такие фразы говорить не надо поэтому просто очаковский ребята ну это конечно ну это выглядит в срато темпура с креветкой там вот на фотографии изумительно понимаешь здесь какое-то вот серое серое нечто вот реально ну посмотрите начинки там просто тупо нет ну нет начинки и все то есть это один рис до в темпуре действительно больше риса чем в обычных роллах но не столько же где икра массага которая на фотографии где там некий омлет но омлет ладно омлет вроде бы есть там кусочек вот это маленькая креветка слушайте я буду мерить вместе с коробкой здесь гунканы в общей сложности 70 граммов и темпура 210 и того 280 ну минус коробка да тут явно как бы они соблюдают граммовки на этом хотя бы спасибо и вот очевидно тоже до политик вот этим соусом унаги который я не знаю куда он девается то есть он тупо испаряется наверное этот соус унаги что давайте я съем ломать риса реально суши шопка я понимаю вот креветка нормальная даже нормальный кривитос как выглядит нормальным по факту сухой но не резиновый то есть скорее всего натваренный замороженный несколько раз поэтому он мягкий благодаря многократной заморозки креветка становится мягкой это успех тоже лайфхак блин для плохих компаний замораживайте сто раз он будет мягкий лосось это конечно убогая но креветку креветки даже в плюс получается наверное одна из самых отвратительных темпу что я ел потому что я уж не говорю там про нарезку слушай но ладно давай скажу вот ролл да и вот ролл тарапунька и штепсель на хрен короче ужас темпура вымокла но это с доставкой происходит такое бывает даже если она была хрустящей ничего бы не поменялось то есть это все равно пережженное масло это все равно один рис рис как предыдущем роли точно такой же плюс еще дополнительно температурно обработан то есть это абсолютно лютая херня блин я не знаю кто это есть ну давай гунканы еще посмотрим может быть это интересно будет черт 400 рублей ты платишь понял гункан 120 рублей 35 граммов я взял два гункана с угрем и с креветкой цена у них абсолютно одинаковая просто посмотрите да то есть это сделано так как будто нас не думали то есть просто они даже не перемешивали в какой-то отдельной плошечки там рыбу с соусом они просто наложили туда куски рыбы надеюсь хороший да ух ты посмотри тут хорошие куски угря положили вот это нахрен успех не какие-то остатки а хорошие куски угря причем немало я удивлен то есть ну обычно в таких историях абсолютно кладут всякую дрянь которая не пошла там кожу жир который срезается с угря ну в данном случае они видать ничего не срезают с угря ну все идет на другие роллы мы там посмотрим потом как они разделывают ну здесь хорошая рыба нифига очень невкусный спайси соус он такой они точно в свой спайси замешивают что-то острое но это как будто бы не шерирача как минимум это не шерирача с орлом где мой напиток я же заказывал нахрен напиток они действительно не положили напиток после чего я написал в агрегатор о том что это значит произошло агрегатор мне дал 200 бонусов и позвонили спросили можно ли дать ваш контакт сушишопу чтобы он с вами связался и урегулировал этот вопрос искал не надо мне достаточно возвращенных баллов тем не менее мой телефон попал сушишоп и сушишоп на следующий день не звонил поэтому delivery какого хрена сушишоп какого хрена косточка попалась но для угря в принципе это законно что иногда попадаются косточки разделать угря так чтобы не было ни одной косточки практически невозможно с одной разделанной рыбой полу по любому паре клиентов попадется попадутся роллы с маленькими косточками они не опасны и ну конечно в идеале чтобы их не было очень дело в том что есть дешевые угре есть подороже угорь подороже угорь он как правило крупнее и там проще разделаться с костями компании наподобие сушишопа они покупают все самое дешманское то есть вот почему у них спайси невкусный потому что у них самый дешевый острый соус замешан самым дешевым майонезом все очень просто они покупают не шри рачу там с орлом до тайскую или вьетнамскую я уж не помню не покупая какой-то там типа может быть даже вот такой привкус как будто знаешь кочудян туда замешана она опять-таки это не дешевая паста он просто есть среди кочудянов корейских паст есть дешевые варианты вот она с привкусом каких-то типа бобов что такое кориандро бобовый вкус такой вот ну представьте вот бородинский хлеб фасоль и вот что-то среднее по вкусу в этом спайси соусе мне не нравится такой ну и давайте второй гунканчик изучим да здесь то что у нас креветка причем креветка посмотри они не режут мелко они вот ее какую в ролл добавляют такими же кусками и сюда добавляют на самом деле гунканы вот несмотря на то что есть опять-таки аляпистость и торопливость да вот накидали сверху залили соусом гунканы сделаны не по-жлобски то есть там угарь нормальный тут креветки вот как скорее все такие же как и были до сухие креветки но их нормально в целом вот небрежность есть ну можно спайсики можно съесть майонез разруливает у нас есть еще мидии посмотрите тоже кое-как сратенько сделано навалено лишь бы навалить короче то есть не про эстетику а я всегда говорю что суши и роллы это все-таки блюдо не про не совсем про поесть это про получить удовольствие от вкусной свежей рыбы хорошего сочетания и конечно же чтобы все это выглядело красиво и здорово в данном случае прямо тотальной тотальная какая-то жесть мидии 529 рублей 5 штучек небольшие мидии 160 граммов ну граммы в мидиях мерить не не имеет никакого смысла давайте просто сравним как это выглядит здесь и как выглядит на картинке на картинке красиво выложенный соус здесь навалено из пакета что тоже законно но все-таки чуть менее эстетично чем хотелось бы и лимончик мидия со спайси соусом мидии целые даже почищенные давайте посмотрим что там внутри внутри там мидии кстати вполне себе неплохого размера банальный неинтересный соус для запекания майонез смешанный с икрой массага она же моего и и все и мидия мидия нормальная даже не резиновая хотя как сделать резиновую мидию даже не представляю потому что мидия приезжает уже отваренная и замороженная то есть для того чтобы упороть мидию тебе надо ее добавить суп и варить еще какое-то долгое время но так никто не делает их просто размораживают покрывают соусом запекают и поливают каким-то еще соусом дополнительно в данном случае у наги который что правильно у наги куда-то делся вот такой вот у наги суши-шопе в целом мидии съедобные но бывает сто пятьсот раз вкуснее он все что могу сказать но по крайней мере здесь нет какого-то лютого зашквара давайте посмотрим роллы я взял целых три ролла чтобы оценить весь ассортимент суши-шопа я имею ввиду ассортимент по морепродуктам потому что у них есть угарь есть лосось есть креветка тунец по моему мне вообще нигде не попадался кажется нигде вот в общем вот такая вот рыба и причем я должен отметить что выглядит в целом не сказать что отвратительно то есть тут аккуратно даже свернуто на удивление пахнет значит от калифорнии пахнет кисло пахнет кисло я думаю что за счет чего за счет заправки наверное тут рыбой покрыта поэтому не чувствуется запах в калифорнии запах такой неприятный знаешь дешевый уксус какой-то ну обычный совершенно уксус для заправки не использовать не какой-то там мирин еще что-то нет и невысокого качества то есть вот такой кислота с запахом старых ношенных носков извините кто есть но вот как бы описываю как есть но свернуто при этом неплохо роллы у них стоит филадельфия 439 рублей калифорния 392 а филадельфия в угре 500 41 рубль 200 граммов 225 и 245 все вместе это должно весить 670 граммов а по весит даже с перевесом 772 ну что давайте начнем с филадельфии как вы видите действительно неплохо свернут пропорции риса и начинки ну свойственно для такого рода доставок рыбки кусочек ну тонковат но в целом не критично рыба немножко такая подуставшая но не самая плохая что мы видели за всю историю обзоров даже где-то как-то она вроде бы даже блестит я все нюхаю в суши потому что боюсь удивительно не катастрофично рыба еще живая то есть это заморозка это не охлажденная рыба но она еще живая да она там что-то где-то рвется можно пром промять ее палочками вот этот дебильный тест которыми я лет пять пользовался подряд ну типа это не совсем показатель хотя тоже показатель то есть рыба чуть-чуть рыхловато но из замороженной рыбы это неплохой вариант сливочный сыр вполне сносный огурчик хрустит все как бы окей с этой рыбой даже свернута хорошо и выглядит это довольно эстетично в отличие от предыдущих позиций цена в принципе соответствует качеству то есть это небольшой ролл за 400 сколько 65 рублей кажется нормальная цена за эту филадельфию если у меня уверенность что всегда такую филадельфия делает суши-шоп абсолютно нет то есть я вот с вероятностью 99 процентов говорю что если у них сегодня осталось рыба они ее заморозят скорее всего а завтра там чем опять разморозят например либо оставит в холодосе рыбу который уже нельзя оставлять в холодосе и все равно вам ее подадут ну судя по подходу ребята делают именно так отходов не бывает что по калифорнии ребят калифорния в целом тоже неплохо свернута для такого рода заведений сливочный сыр огурчик лосось такого же качества как на филадельфии и сверху масса га удивительный вкус огурца вот здесь я ощутил то есть он никакой просто дай-ка отдельно огурец бахну огурец который не имеет вкуса практически жизни не так при этом хрустит нормальный муж у меня кончиковит очередной да не тотальная проблема вы поняли да это рис то есть рис в каждом роли вот единственный где более-менее почему-то рис мне показался но он не так на себя отвлекал внимание вот этот клейстер это в гунканах то есть гунканах почему-то вот спайси соус этот их невкусный и довольно большое количество вот этого майонезного соуса и начинки тоже много там отвлекли от риса и вот я там не не страдал от этого здесь же что филадельфия что в калифорнии вот это вот ощущение пластилина она ну просто доминирует то есть удовольствие от этого ролла ты не можешь получить даже несмотря на то что как бы в целом начинку тут ну как бы нормально если бы здесь был нормальный рис это можно было бы съесть то есть это калифорния которая вполне была бы съедобной ну и канада точнее это не канада это филадельфия филадельфия с угрем чуть-чуть конечно кривоватенько выглядит вот обратите внимание ну опять таки не критично то есть не сказать что прям что-то совсем не так с этой канадой у горько вполне неплохо действительно это похоже на угря тут нет какого-то жира нет какой-то жести вот и вот видно очень хорошо кстати на этом кадре насколько здесь рис кашеобразный чем отличается филадельфия с угрем от канады ну казалось бы да выглядит он как канада но называется филадельфия с угрем просто в канаду принято добавлять внутрь еще кусок лосося то есть канада он сильно дороже ролл чем вот подобная реализация такой оля оля канадистого ролла короче ну давай попробуем ужасный риск катастрофа честно вот это вот заправка для риса тоже прямо то есть ты ешь у тебя вот четкое ощущение что тебе сделали еду из самого дешевого есть бескомпромиссные рестораторы и заведения которые делают бескомпромиссно хорошую еду вот а есть заведение которые делают бескомпромиссно говеную то есть но кто-то старается покупать там все самое хорошее чтобы угостить своих гостей а кто-то покупает ну самое дешевое в данном случае это просто тотально вот я представляю руководство сушишопа они берут прайсы от поставщиков и там в одном прайсе у тебя там замороженная рыба охлажденная рыба фаражерские острова там или мурманск какой-нибудь да и они такие чуть дешевле вот это берем чуть дешевле то и берем короче из этого вам делают продукт причем я бы не сказал что дешевый вот мидии 560 рублей там филадельфия до под 500 это это не сказать что дешево это маленькие роллы с говеными ингредиентами и как бы ты за них платишь то все равно немало то есть это тебе не дошик хотя и дошик сейчас стал стоить немало я не знаю в общем тотально если вот прям резюмировать это говно полная если пытаться выгораживать сушишоп то где-то что-то можно найти за что их похвалить надо ли это делать данном случае я считаю нет то что приоритет это все-таки итоговое ощущение которое ты чувствуешь от этой еды вот у меня ощущение что я не хочу это говнище есть вообще ни при каких обстоятельствах даже если мне доплатят вот заднут за такую еду и за есть клиенты которых эта еда устраивает то есть ну живет же сушишоп я уже причем вот хотел сказать сушивока сушивок то не относятся к этой когорте вот последний обзор сушивока показал что может быть компания того же ценового сегмента но на голову выше и аккуратнее эстетичнее как бы не пофигу вот такое ощущение сложилось от сушивока последнего здесь нет это просто ну просто тотальная хрень и вот единственное что научились повара это видимо неплохо крутить роллы конкретно эти то есть здесь скручена как бы по канонам аккуратненько то есть ничего вот хоть одна зацепка по которой я мог бы там сказать что можно брать в этой компании не найдено ни одной такой зацепки нет тотальная хрень и есть еще вот такой вот хендролл а ну это просто получается жареный ролл да называется это все фаст тунец краб тут видимо все-таки тунец где-то да есть хотя его не вижу и стоит 254 рубля весить этот фаст должен 240 граммов первый недовес мы фиксируем но окей давайте посмотрим что в составе в составе здесь кстати рис выглядит лучше будто бы и как будто бы смотрите вот пожаренный кляр не так убого выглядит как на первом роли в общем здесь огурчик вот я вижу майонез и крабовой палки вот все что я вижу тунца я здесь не наблюдаю вообще и салат чука кажется ну давай крабовые палки это вообще тема вообще непонятно где там тунец но сегодня все что мы с вами ели это самая съедобная штука здесь нет тунца но здесь есть довольно сочные водоросли чука они же водоросли в коме с ореховым соусом здесь крабовые палки с тишманские да не не удивляйтесь но с мазиком они нормально заходят здесь прикольный ну то есть вот этот формат в принципе довольно прикольный единственный вопрос конечно где нахрен тунец вот это единственное что я сегодня мог бы доесть то есть это прикольный жирный ролл с привкусом повторюсь перегорелого масла но тем не менее вот эта нормальная штука единственная за сегодня я полагаю что еще может быть вполне нормальной лапша я взял удон сначала когда ты выбираешь удон он кажется эти дешевым но потом ты добавляешь туда начинку какой бы то ни было и он сразу становится дорогим вот такой удончик изначально удон с овощами то есть это база грубо говоря да стоит 212 рублей и потом тебе высвечивается то что ты можешь туда добавить и цена разная то есть грибы шиитаки стоит 66 креветка 55 курица копченой 98 курица жареная 109 лосось 165 я помню креветки решил добавить решил добавить креветки а сколько они стоят я чё-то блин а вот 55 рублей одна штука тигровая креветка короче около 30 граммов начинкой сам удон 330 граммов то есть где-то 350 граммов он должен весить я думаю что весят он довольно тяжеленький весит аж 449 давайте посмотрим выглядит это все опять таки они видимо сюда тот же унаги добавляют то есть тут как бы соусности нет лапша вроде неплохая морковки много тигровая креветка вот она ребята тигровая креветка в целом в общем-то норм почищенная и слава богу чем там даже еще одна креветка смотри за 55 рублей мы даже две креветки получили довольно довольно выгодная сделка так мы правда и не знаю королевский или нет какой-то такой скромный король был если что если это королевская гребетка так чё с самой лапшой но в прошлый раз по ум в лапше мне тухлая курица попалась реально ну сам удончик ребят лапшичка замечательно можно вообще ничего не добавлять то что креветки сухие вообще нафиг не нужны и удовольствие ты от них не получаешь а вот удовольствие от сама от самой лапши прямо очень годная лапша берите короче за 212 рублей вы вообще не ошибетесь вот самое вкусное блюдо за сегодня вкусный соус хорошо сваренная лапша прикольные овощички более чем меня устроило удивительное заведение вот короче это лапшичное это вообще не не суши-шоп никакой это лапша-шоп должен ли я что-то объяснять по итогам этого обзора что показал этот обзор спустя много лет после первого обзора суши-шопа правильно что нихрена не поменялось и вы скажете но у них же нет тухлой курицы так я же не заказывал ничего с курицей вот в целом подход этой компании мы с вами в общем-то поняли ну я по крайней понял для себя точно если суши-вок я отношу все-таки к тем ребятам у которых видимо есть шанс там от франшизы к франшизе что кто-то может быть чем-то занимается и скорее всего там действительно есть какой-то контроль качества то суши-шоп в этом плане мне кажется положил болт очень давно на все они получают скорее всего свои франшизные доходы все эти роялти и прочее и и в ус не дует я имею ввиду руководители самой компании главной да основной жесть как она есть мы мне больше сказать нечего такое отношение к продукту это ужас я не понимаю как такие компании живут столько времени потому что любой нормальный человек я не хочу это сейчас тоже неправильно правила ютуба нарушаю я делю людей на нормальных или нет но скажем так любой человек который более-менее схож со мной по жизненному укладу и вообще подходу к тому что происходит ну один раз закажет это и больше не будет да я заказал второй раз согласен но я-то для я же обзорщик мне надо вам показывать вот вы же сами меня нарекли неким обзорщикам говорите вот там вот вот и обзорщик а я просто просто человек и все заказал два раза но если бы вот так в обычной жизни я бы не заказывал больше никогда то есть мне достаточно одного прокола чтобы поставить крестной компании пожалуй нет нет не соглашусь есть компании которым я готов давать второй шанс вот если что-то где-то они накосячили то есть вот если было хорошо 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 и потом косяк ну что-то пошло не так ничего страшного ведь я их все равно люблю наверное да но если со старта с первого раза компания обсирается то я больше с ней не увижусь так вот по крайней мере в моей жизни складывается как правило и рад ли я что увиделся с суши шопом да я рад что я вам просто в очередной раз показал что как бы ну такое вот ребят уважайте себя просто уважайте свои деньги то что вы потратили 450 рублей там они 600 рублей на филадельфию и съели вот это говнище то есть ну что вы от этого получили сэкономили 150 рублей но при этом не получили никакого удовольствия в этом смысл жизни просто набить брюхо так для этого дошики есть сто раз вкуснее обожаю дошики у меня всегда заначка дошика позавчера ел куриный вот хотя хотел красный острый берегите свои деньги это экономия исключительно на картинке вот вам показывают что это дешевле по факту это маленький ролл из говеный рыбы с говенными ингредиентами в чем экономия объясните мне дураку нет никакой экономии и плюс еще вы ничего не получаете от этого то есть ваш профит нулевой вы просто отдали 450 рублей и набили себе брюхо говеной едой не делайте так ради бога суши шоп вот и не оценки я даже комментировать ничего не буду кроме скорости доставки больше на мой взгляд никаких плюсов там нет естественно не рекомендую суши шоп к заказу идите лучше в суши вог реально если у вас он хороший день на районе всем спасибо большое за просмотр надеюсь вам понравилось мне нет всем пока гребаный суши 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 кто бы то нам не был я не знаю как они живут что с ними не так